Переходим к следующей теме нашего информационного блока. Будем говорить о городе Одессе, точнее об обороне города от российской агрессии. Одесса один из приоритетных городов для российских захватчиков и Кремль до сих пор не оставил надежд взять этот город. Об этом ранее заявили в Генштабе Вооруженных сил Украины. Но город готов к обороне. Блок посты, ежи, бетонные блоки, вооруженные бойцы на каждом шагу. Почти за пять месяцев войны Одесса превратилась в хорошо укрепленную крепость. Местные жители, активисты, волонтеры также объединились, чтобы защищать свой город. Подробности в материале наших коллег. К первому сентября Одесса станет российской территорией. Такое заявление в эфире канала «Вальдманлайн» сделал израильский политик и частый гость эфиров на российском телевидении Яков Кедми. Не называя источником информации, он сообщил, что якобы в ходе недавней встречи Владимира Путина с российскими генералами обсуждались перспективы наступательной операции российских войск за пределами Одессы. Взятие Одессы начнется не по украинской, а по российской программе. Может, я ошибусь на две-три недели, но это общее направление. Взятие Одессы проводится медленно, но уверенно, так как здесь требуется специальный подход. Яков Кедми. Израильский политик. В эфире программы «Вальдманлайн». Оценочные высказывания Кедми часто бывают ошибочными, говорят эксперты. Так, в начале этого года он заявил, что России в случае военного конфликта с Украиной даже не потребуется водить войска на ее территорию. Он является в настоящее время ключевым проводником антиукраинских месседжей, которые озвучивает Кремль. Это просто заявление манипуляционного тока и характера. И это заявление никаким образом не соответствует реалиям, которые складываются на южном фасе российско-украинского фронта. Для того, чтобы реально оценить возможности наступления противника на Одессу, нужно понимать его силы и ресурсы на южном направлении, объясняет Владислав Селезнев. По его словам, в российской армии не удается сдерживать контрнаступления украинских военных в Херсонской и Николаевской областях. А противокорабельные ракетные комплексы «Гарпун» не допускают Черноморский флот России и близко к Одесскому побережью. Россияне могут хоть и все что угодно, но у них нет ресурсов эффективно действовать как на южном фасе российско-украинского фронта, на Херсонщине и Николаевске, так и на северном фасе российско-украинского фронта в районе украинского Харькова. А подразделения вооруженных сил Украины в Одесской области с первого дня войны готовы к сопротивлению, заявляют в оперативном командовании ЮГ. Мы готовы. Сила обороны на месте. Обороны рубежи созданы. Одессу защищают основные силы. Также у нас есть расчеты по резервам, которые готовы при необходимости подключиться. По территориальной обороне наплыв желающих настолько велик, что нам пришлось развернуть еще одну бригаду. Хотя поначалу это не предполагалось. И даже после этого у нас еще очень много желающих. Наталья Гуменюк, начальник пресс-центра силы обороны Украины ЮГ, в интервью РБК «Украина». Одна из первых побед украинских военных в Одесской области – освобождение острова Змеиный. Благодаря этому ранее заблокированные суда в портах могут вывозить зерно из Украины. На разе появилась возможность гражданским судам заходить с моря в Дунай, загружать зерно и вывозить стратегический продукт на мировой рынок. Наравне с военными город обороняют волонтеры. С начала войны, объединившись с местными жителями, они снабжают вооруженные силы Украины необходимой военной амуницией. Закупают медпрепараты для больниц и госпиталей Одессы и Николаева. Собирают гуманитарную помощь для пострадавших. Так, с первых дней войны владелец галереи парфюмов Дмитрий Милютин переоборудовал свой магазин «Волонтерский пункт». Вместе с друзьями Дмитрий закупает на вырученные деньги от продажи духов необходимое мобильное оборудование для военных. Также финансами помогают знакомые. Все, что я сейчас покупаю, это все, что я могу наторговать. Если 2-3 продажи в день происходят, то это очень большая помощь для того, чтобы, ну, например, купить ткань, рулон, да, это вот 2-2 парфюма я могу продать. Одесситы также успешно отражают российскую дезинформацию, опровергая информационные убросы Минобороны России о боевых позициях в учебных заведениях. На этот раз в сводках появилась Одесская сотая школа, где якобы расположились украинские военные и разместили там оружие. Местный житель прошел по двору школы и показал. Сотая школа. Да, действительно, сотая школа. Первого-третьего ступени. Не вижу ни военных, ни полиции, ни нациков. Вот это школа со двора. Танки, самолеты, вертолеты, спецназ. Российским войскам так и не удалось подобраться к Одессе. Здесь очень благодарны украинским защитникам Николаевской и Херсонской областей за удержание фронта на суше. Российская армия в этом направлении обращена на провал, считают военные эксперты. Поэтому противник выбрал тактику ракетного террора, обстреливая мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. Виктория Синько, специально для информационного марафона Freedom, телеканал UA. Ситуацию в городе и области далее будем обговаривать. Сергей Брачук, спикер Одесской областной военно-гражданской администрации, сейчас с нами на связи. Сергей, здравствуйте, рада вас приветствовать в нашем эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Появилась информация о том, что в Одесской области произошел взрыв. Вот буквально пару минут назад. Можете подтвердить, либо опровергнуть эту информацию, что происходит сейчас в Одесской области? На данную минуту могу подтвердить то, что у нас звучит сигнал воздушной тревоги. Если будет какая-то другая информация, то обязательно ее подтвердим или опровергнем. Уточняются детали, поэтому не спешим. Ситуация под контролем. Понятное дело, что Одесса и регион находятся под постоянной угрозой ракетных атак. Со стороны врага мы говорим и о Черном море, мы говорим о временно оккупированной территории нашего Крыма. И, конечно же, говорим прежде всего об авиационных ударах, которые Россия привыкла носить из-за угла и бьет по мирным объектам, объектам инфраструктуры. В вашем сюжете упоминалось о том, что одесситы борются с такими нефейками, говорят о том, что нет в школах у нас боевых позиций. Это понятно, однозначно. Но могу заметить, что таким образом Россия, как государство-террорист, готовит, как всегда, на всякий случай, такое себе информационное алиби, чтобы обстреливая мирные объекты, потом говорить, что там что-то было. Вот, например, как у нас было в субботу, прилетела ракета ХАС-101, довольно точная. Она попала в склад производственно-торговой компании. И потом мы понимали, что прочитаем на сайте Минобороны Позора, так мы называем российское ведомство военно, что там якобы находились гарпоны. То есть, еще раз скажу, это информационное алиби, попытка себе обеспечить его. Но мы видим, что все эти файки разведничаем и мы, и, конечно же, эти ситы. Бывший глава израильской спецслужбы, Натив Яков Кемди, такое вот сделал заявление, мнение свое выразило, что российская армия уже к сентябрю возьмет под контроль Одессу. Как город готовится к возможной большей агрессии со стороны Российской Федерации? Я хочу просто для наших зрителей напомнить, а для тех, кто только присоединился, рассказать, что все-таки эксперты в большинстве своем говорят, что это невозможно и что это действительно фейк, и это не соответствует действительности. Но, тем не менее, вернемся, как город готовится к возможному увеличению агрессии со стороны России. Единственное, что добавлю, Карлина, извини, вот этот человек, он постоянно гость российских СМИ пропагандистских, да, и постоянно рассказывает о том, что там и Одессу пару раз брали, наверное, и чуть ли до Киева, наверное. Да, безусловно, тоже нужно брать внимание. За три дня взяли Киев. Вам слово. Вы знаете, ну, такое уже комментировать не хочется. Я хочу начать ответ на этот вопрос с того, что желание захватить Одессу и другие города нашей страны, вот там снова Харьков появляется, Одесса, в таких якобы прогнозах, ну, ничего нового я, по крайней мере, точно не слышу. То, что вся наша страна должна была быть давно оккупирована, по мнению кремлевского мечтателя, вернее, деда Кабаева, это давно известно. Я вообще считаю, что подготовка к вторжению в Украину началась даже не в 2014 году, а 24 августа 1991 года. И понимание этого приводит к тому, что вот эти все фейки, бросы со стороны якобы экспертов, частых гостей на российском телевидении пропагандистском, вы абсолютно верно заметили, не более как попытка, знаете, создания неких таких панических настроений в нашем городе, и в нашем регионе, и в других областях нашей страны. Еще раз скажу, даже комментировать это не хочется, потому что все прогнозы на войне, мы прекрасно понимаем, остаются прогнозами. Так же, как и линия фронта, это живой организм, ситуация оперативная может меняться в ту или иную сторону. Мы видим, как наши войска действительно производят контрнаступительные операции на южном направлении. Говорим, конечно, о Херсонской области, и это видно по сводкам оперативного командования. Поэтому все вот эти прогнозы, еще раз скажу, это не просто из области фантастики, это какие-то бункерные идеи. Ну и вообще хочу сказать, что мы прекрасно понимаем, что не удается врагу нас наклонить каким-то образом, пытаются давить на эмоции человеческие, создание обычного страха. Страха в Одессе нет. Есть тревога. Мы прекрасно понимаем, что живем в реалиях военного времени. Прекрасно понимаем, что враг не просто жестокий, а враг циничный, враг является государством, государственная система, которая является террором, спонсирует терроризм. Поэтому тут ничего удивительного. Еще раз о прогнозах. Единственный прогноз, который есть и может быть, это то, что Украина победит. В этом нет сомнений. Да, путь тяжелый, да, путь у нас кровавый. К сожалению, очень много попротивов уходит, много знакомых, друзей. Тем не менее, это все не зря. Еще раз скажу, это единственный прогноз, который оправдается и сегодня, и завтра, и на будущее. Украина победит. Город готовится. Вы абсолютно верно заметили в сюжете, наша коллега, что население города и области буквально все объединились. Волонтерское движение сегодня настолько разнообразное. И все, знаете, как пчелки занимаются своим делом. Кто-то помогает беженцам, кто-то работает на армию. У нас, наверное, я сейчас не для того, чтобы похвалиться, насколько мне просто известно. У нас есть общественный совет при областной государственной администрации, сейчас это при военной администрации, который продолжает свою работу по разным направлениям. Мы еще в начале марта приняли решение, что переходим на военные рельсы. Два пункта в плане работы. Это работа на победу Украины, на мир. Сейчас мы работаем даже, можно сказать, практически в некоторых моментах в плановом режиме. Продолжаем в том числе и заниматься теми вопросами, которые занимаются волонтеры вокруг нас. Поэтому мы держим строй, у нас все нормально. Говорят о том, что у одесситов есть, у некоторых одесситов флаги под подушкой. Якобы они кого-то готовы встречать. У нас у каждого есть флаги под подушкой. Это синие-желтые флаги. И мы вывесим их после нашей победы еще больше, так как сегодня есть в нашем городе. На самом деле мы видим даже по кадрам Одессы. И так в Одессе огромное количество украинских флагов, флагов области самой Украины. Это Одесса, как бы там себе не придумывали российские пропагандисты, как бы там себе не придумывали представители Министерства обороны Российской Федерации в самом Кремле. Давайте так. Если говорить непосредственно о тревоге, которую вы сказали, которая есть у местных жителей, она понятна. Почему российская армия постоянно обстреливает Одессу днями ранее двумя ракетами, если мне не изменяет память, да, были обстрелы. Вы говорили по ударам, по складам, где якобы находились гарпуны, по словам Министерства обороны Российской Федерации, но тем не менее. К многим представителям областных военно-гражданских администраций, по которым российская армия наносит свои ракетные удары, есть один вопрос. А готовится ли в случае чего экстренная эвакуация населения, местных жителей из Одессы, Одесской области? Опять-таки, в случае чего, я понимаю, что не всю информацию мы можем сейчас раскрывать в нашем эфире, тем не менее, та часть, которая возможна все-таки. Я сейчас позволю себе процитировать буквально накануне начальника Одесской областной администрации, Максим Марченко, обращаясь к людям. Постоянный диалог, кстати, идет со стороны власти. Проситирую его то, что он сказал, что многие решения, которые принимаются во время войны, они являются непопулярными и являются непрозрачными. Но все эти решения направлены только на одно, чтобы была обеспечена безопасность людей, чтобы каждый день работы приближал нас к победе. Вот это самое главное. Вы знаете, не бывает моментальных решений на войне, кроме некоторых экстренных случаев. Тем не менее, еще раз скажу, меры могут быть и решения непопулярные, о некоторых вообще не говорится. Но еще раз скажу, спокойствие то, которое есть в городе. Город функционирует, область живет, у нас идет уборка урожая, потому что мы понимаем, хлеб это сегодня ресурс, ресурс страны, ресурс нашей обороны и ресурс будущей победы. Поэтому все решения, которые принимаются, направлены на победу. И все ситуации, в том числе и кризисные, они рассматриваются. Есть соответствующие решения и по ним. Есть информация о том, что от военной разведки Министерства обороны Британии, что Россия укрепляет оборонные позиции на временно неподконтрольных территориях Украины, юга, стягивает дополнительные силы, военную технику, и все из-за последствий заявлений украинских политиков о подготовке наступления с целью деоккупации южных регионов. Сейчас мы услышим короткую цитату и вернемся к обсуждению. Учитывая давление украинских военных на оборонную линию российской армии в Херсонской области уже больше месяца, усиление юга на фоне дальнейшей борьбы за Донбасс, вероятно, свидетельствует о серьезности, с которой российские командиры воспринимают угрозу. Министерство обороны Великобритании. Также ранее вы говорили о том, что российские военные все чаще выпускают ракеты, в том числе самолетов по Одесской области, таким образом прощупывая украинскую оборону. От момента прощупывания украинской обороны до непосредственно определенных наступательных действий, ну, должно пройти определенное время. Естественно, мы сейчас не можем, мы не экстрасенсы, прогнозировать, сколько времени нужно будет. Но насколько вероятно того, что после ракетных ударов, после ударов с Черного моря, российская армия предпринят еще большие определенные шаги в отношении возможной оккупации, попытки оккупации Одесской области? Либо не до этого сейчас российской армией тут Херсоном нужно заниматься? Я очень кратко отвечу на этот вопрос буквально тремя словами. Вооруженные силы Украины. Это ответ. Поэтому, когда там была цитата о том, что российские военные со всей серьезностью воспринимают те или иные заявления наших политиков или руководителей определенных ведомств, хочу сказать, что серьезностью надо было воспринимать попытку большого уторжения в нашу страну. И вообще начало войны в 2014 году. Сегодня уже, мне кажется, довольно-таки поздно. Спасти их может только полномасштабное отступление, возвращение к тем границам, которые были, есть и будут у Украины. Вот весь ответ на этот вопрос. Те вопросы, которые связаны с планированием боевых операций, конечно, это вопросы к военным. И они просят, и мы придерживаемся этого правила, соблюдать режим тишины. И еще одно золотое правило, которому мы придерживаемся – не мешаем нашим вооруженным силам. Когда мы не мешаем, а помогаем, молимся за ним в том числе, параллельно, то это приводит к позитивным результатам, когда мы с гордостью, благодаря нашим вооруженным силам, заявили о том, что Одесская область полностью освобождена от российских оккупантов. Конечно, я говорю о той уникальной операции по освобождению острова Смеинова, который является поселком Белым из Маильского района Одесской области. Вот здесь я всегда, знаете, вот с таким пафосом даже, возможно, произношу эти слова. Огромное спасибо вооруженным силам. Еще раз скажу, вот эта операция по Смеиному, она, мне кажется, вообще войдет в учебники истории военного искусства. Более того, я являюсь сторонником того, что сегодня история воин современности пишется на украинском языке. Также, безусловно, в этом я с вами соглашусь на 100%. Хотела еще обсудить информацию о том, что в Черном море могут дрейфовать мины. Об этом сообщают в оперативном командовании ЮГ и уточняют, что из-за шторма, который бушевал в Черном морском регионе целых два дня, опасные снаряды могут оказаться на поверхности моря, на мелководье и даже на берегу. Поэтому опасность в прибрежных регионах повышена, отмечается в сообщении местных жителей, попросили быть осторожными. Скажите, а какие мероприятия проводятся для того, чтобы все-таки несколько обезопасить эти прибрежные районы и насколько послушны местные жители в отношении этого? Да, в данном случае, вот как раз в Одесской области, да, Сергей Венеевым писали, ужасающий случай. Мужчина погиб при просто неосторожности, пошел купаться в Черном море, погиб от травм из-за взрыва мины. Мы призываем в который раз, я уверен, смотрят сейчас зрители, в том числе, возможно, из Одесской области, и это видео потом будут смотреть, ни в коем случае нельзя, написано мины, ну нет, все, это невозможно, между капелек не получится. То есть, какие сейчас действия также проводятся, кроме табличек, кроме ваших заявлений в ваших социальных сетях, действий местной власти, очищения Черного моря, прибережных зон, вот от таких подарков от Российской Федерации? Насколько все это сейчас возможно сделать качественно? О том, что Российская Федерация убросила, именно убросила в Черное море более 400 мин, мы знали еще в начале марта нынешнего года, когда получили известие о том, что есть внутренняя переписка между портами, российскими портами в Черном море, где они говорят о том, что 420 мин, это цифра очень точная, я не знаю, после этого, наверное, еще были какие-то, они просто их разбросали, дабы перекрыть и гражданское судоходство в Черном море, ну, понятно, мешать нашим военным кораблям. Ну и самое главное, что эти мины действительно дрейфуют, никто не знает карты минных полей, вряд ли когда-нибудь узнает, поэтому процесс разминирования, конечно, он начнется после победы и наступления мира, я думаю, что это будет довольно длительный процесс, которым необходимо будет привлекать наших союзников и партнеров, я говорю там о Румынии, Болгарии, Турции и другие страны, которые нам сегодня помогают и находятся рядом. Что касается безопасности, то говорим об этом, что запрещено выходить на пляжи, на Черноморское побережье, купаться в море, говорим каждый день, по несколько раз. Я благодарен нашим гражданам, очень активным, которые такую же работу профилактическую пытаются проводить среди тех людей, которые, извините, претендуют на премию Дарвина, нарушая все эти запреты и законы. Только хочу напомнить, что премия Дарвина, она, как правило, вручается посмертно. К сожалению, тот трагический случай, о котором вы вспомнили, он был, и я надеюсь, что больше таких случаев не повторится. Поэтому еще раз благодаря и вам, и другим нашим коллегам хочу обратиться ко всем, кто меня слышит. Пожалуйста, не рискуйте своим здоровьем, не рискуйте здоровьем своих детей. Да тут даже речь не о здоровье, о жизни наших детей, потому что, вы знаете, меня, честно говоря, удручает и, наверное, даже очень сильно раздражает, когда люди взрослые, у них есть персональная, собственная ответственность нарушать эти законы. За руку уловим, конечно, пытаемся уму-разуму научить, тем не менее. Возмущает, когда маленьких детей берут на руки или фотографируют их возле этих табличек осторожно, амина или там заминирована. Ну, я не знаю, что уголею у этих родителей. Вы, недорогие мои, просто не родители. Ну, пожалейте своих детей. Им еще жить и восстанавливать нашу страну. Также важный аспект. Одесская область, она граничит с Молдовой. В том числе с частью Молдовы, которая не подконтрольна властям этой страны, непосредственно президенту Майя Санду. Это Приднестровье. Мы сейчас вот откроем, покажем карту Американского института изучения войны, чтобы наши зрители, которые, возможно, так, не знают, да, географию Украины, они понимали, какая часть области граничит как раз с Молдовой, и какая часть оккупированной части Молдовы, она граничит с Одесской областью. Тут огромная просто, огромнейшая территория, которая находится рядом с Одесской областью. Президент Украины Владимир Зеленский в конце июня этого года, общаясь с Майей Санду, президентом Молдовой в Киеве, он сказал о том, что Украина будет, соответственно, реагировать на угрозы со стороны так называемого Приднестровской Молдавской Народной Республики. Какая сейчас ситуация на границе Одесской области и так называемой ПМР? Ситуация полностью контролируема. Тоже очень кратко могу ответить, без особых подробностей. Все понятно, что силы обороны получили, выполняют соответствующие боевые задания. Второго фронта, как мечтала Российская Федерация, здесь не будет. Также говорили пограничники украинские. Они говорили, как защищают украинскую границу с непризнанной так называемой республикой. Работа продолжается, работа ведется. И я так понимаю, Одесса, как и многие другие области, Одесская область, она становится таким форпостом, наверное, на границе с так называемой псевдореспубликой. Одесса, знаете, как у нас в городе говорят, что Одесса хоть и не первый, но и не второй город в Украине. Мы прекрасно сознаем стратегическое значение нашего города для всей страны. Мы прекрасно сознаем, какая роль отводится Одессе в обороне Украины, в этой колоссальной битве нашего народа, нашей страны против российского агрессора. Поэтому настроены только на победу, как бы ни было сложно, как бы ни было тревожно, какие бы по интенсивности ракетные удары не производили враг по нашей территории. Вот сейчас, например, насколько мне известно, информация уточняется, что, возможно, был нанесен очередной ракетный удар по нашему региону. Подробности, конечно, будут чуть позже, если информация подтвердится. Мы работаем, вы же видите, общаемся, рассказываем о той оперативной ситуации, которой, и самое главное, говорим о том, что мы предпринимаем для того, чтобы город был, есть и оставался украинским. Сергей, благодарим вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Я напомню нашим зрителям, что на связи был Сергей Брачук, спикер Одесской областной военной администрации. И вот прямо сейчас несколько точнее и детальнее раскрыли готовность Одессы и вообще настроение в самом городе. Продолжение следует...